На запись. Итого, занятие это записывается. Кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Игорь Лернер. Я платина компании Дутера. Хочу в первую очередь до начала занятия поблагодарить и поздравить всю нашу организацию Aroma Business, всех лидеров нашей организации, которые со мной сотрудничают и делаем совместный бизнес с успешным окончанием 2020 года. В 2020 год мы сделали самые большие объемы. Наша организация выполнила за месяц, декабрь 2020 года 368 тысяч баллов или PV. И организация на сегодняшний день насчитывает 4600 человек. И сейчас мы про это поговорим, каким образом это все выстраивается, каким образом я выстраиваю организацию. Я буду вам рассказывать пошагово, как я это делаю, чтобы вы могли повторять эти шаги. И шаги, и мысли, и все, что я делаю, и как я это все вижу и выстраиваю. Задача на самом деле, задача всегда на самом деле, это создать хорошую дублицируемую систему. Вот вы наверняка видели, как падает камень в воду. Все в детстве камушки кидали в воду обязательно. И мальчики, и девочки. И вот камень в воду упал, он больше ничего не делает. А круги расходятся в разные стороны. И чем круг дальше от падения камня, тем этот круг больше и охватывает большую поверхность воды. Вот это в природе показывает вам, как можно сделать дуплексированную систему, что камень создал волны, которые создают волны. И они сами по себе уже начинают двигаться при наличии, что камень уже лежит на дне. Вот это одно из принципов, один принцип основной бизнеса сетевого, который вы строите, аромабизнеса, про который я сейчас буду рассказывать. Очень достаточно подробно. Первое, что я хочу сказать, что то, что я объясняю людям и то, что я говорю, это достаточно простая, легко дублицируемая система. То есть, это такой навигатор бизнеса Дутерре. Вы знаете, что такое навигатор, он вас ведет самым кратким путем, с минимальным количеством времени, минимальным количеством потраты бензина и приводит вас к определенной цели. Поэтому, в первую очередь, что это легко может повторить любой человек, то, что я буду сегодня рассказывать, Одна проблема для того, чтобы повторить, надо это делать. Как вы знаете, слышали, такое есть известное высказывание. Вот хочу, то имею. Путь называется делать. Это первое, что это дублицируемая система. Второе, это пошаговая инструкция. То есть, это правильное направление мыслей и действий. Точный план ведет к цели. Но нужна цель. То есть, вы должны поставить себе цели. Я вам покажу, как я ставил, да, и как я их выполняю. Вы можете делать такие же цели. Я советую по маркетинг-плану, это будет идеально подходить. Но, в любом случае, цель это большая. Вы будете строить планы на год, на месяц, на неделю и так далее. Потому что дорогу осилят идущие, и поэтому нужно выполнять определенные действия и двигаться по маршруту. То есть, как вас ведет навигатор. К примеру, скажем, я живу в Аждоде и хочу поехать на Хермон кататься на горных лыжах. У нас в Израиле есть гора Хермон, зимой там есть снег, даже можно в Израиле кататься на горных лыжах. К примеру. И на самом деле, путь мой лежит. Я не могу сразу за Аждода прыгнуть туда. Мой путь лежит через другие города. То есть, есть Аждод, потом Явный, потом город Решел-Лицион, Тель-Авив, Герцлия, Нитания, Хедера, Хайпа, Твери, Меттула, Хермон. Если я не знаю дорогу на Хермон, я ставлю навигатор, и он меня четко будет вести по этому маршруту. Если я без навигатора поеду, я могу случайно, особенно хорошо не зная дорогу, из Аждода поехать в Ашкелон, то есть в обратную сторону и так далее. Потом поехать куда-то в Бершеву, и я могу добираться очень долгим, трудным путем, спрашивая всех у нас по встрече. И вместо того, чтобы доехать, скажем, за три часа до Хермона из Аждода, я могу ехать три дня. И еще вопрос, найду ли я вообще это место. Поэтому то же самое у вас происходит на самом деле в компании Дутера. Все становятся вначале кем? Клиентами. То есть человек попробовал продукцию, она ему понравилась, он стал консультантом, он зарегистрировался. Потом он стал менеджером, потом директором, потом экзекитивом, потом элитом, потом премьером. Потом пошли лидерские звания. Серебро, золото, платина, бриллиант, голубой бриллиант, президентский бриллиант. То есть на самом деле вам нужен навигатор, можно сказать, от клиента или консультанта до президентского бриллианта. И вот сегодня мы будем этот путь рассматривать. Я вам покажу все остановки, все шаги. То есть кратчайший путь, минимальное время, чтобы у вас заняло минимальное количество лет, так скажем, до вершины. Ну, шаг первый. В принципе, шаг первый. Если человек уже попробовал продукцию, он знает, что она хорошая, он в нее верит, она ему нравится, потому что это обязательные условия, что вам нравится продукт, вы ему сами пользуетесь. И человек решит вступить в бизнес, в аромобизнес компании Дутерра. То первое, первый шаг – это само вступление. То есть человек должен понять, что он вступил в бизнес. Не просто зарегистрировался, пользоваться товаром – это тоже хорошо. Но тогда это он просто клиент, он пользуется продукцией, имеет скидку 25%, все замечательно, имеет разные промо-акции, он доволен, но никуда он не двигается. Он стоит на месте, он живет в городе Аждот, к Хермону он не двигается, просто живет и получает удовольствие. Я говорю, вступить в аромобизнес, это то, что человек понимает, что он вступил в бизнес, он начал заниматься бизнесом, у него появилась, так сказать, предпринимательская позиция, что он должен развить свой бизнес, ему нравится товар, и он хочет на этом заработать деньги. Когда человек вступает в бизнес, то есть, вы знаете, сегодня есть стандартные линейные бизнесы, есть сетевые бизнесы, которые сегодня процветают, а с линейными бизнесами все обстоит значительно хуже. Ну и первое, что я могу человеку сказать, если он вступает в бизнес, давай, и решил заниматься бизнесом. Кстати, сегодня, я хочу сказать, очень удачное время дома для моей презентации. Почему? Очень большое количество людей сегодня потеряли работу. Вот реально из-за экономического кризиса, из-за медицинского кризиса, из-за карантинов и так далее. И они поняли, что работа – это совсем не самое надежное дело. Раньше считалось, самое надежное – это иметь работу. Типа, все, это надежно, уверенность в завтрашнем мире. Сегодня, если человеку 50 лет, он потерял работу, то уверенность в завтрашнем мире у него по работе сложная, потому что никто не хочет бать людей на работу, которым уже 50. Хотя в пенсии у нас в Израиле у мужчин 67 лет. Ни много, ни мало. То есть, пенсия растет, а с возрастом находить работу, если ты ее теряешь, сложнее и сложнее. Более того, очень много линейных бизнесов сейчас полопалось. Вообще, знаете, что интересно? Я 26 лет занимаюсь сетевым бизнесом. И вот за эти 26 лет я все время слышу, что сетевой бизнес – это какая-то игра, это какие-то мыльные пузыри, они все время лопаются. Это очень ненадежно. Это я слышу все время. И от людей, которые занимаются линейным бизнесом, я знаю, сколько этих людей лопнули, обанкротились, мало того, что не заработали, еще потеряли кучу денег и оказались в больших долгах. При этом, что мой бизнес в 26 лет пережил все кризисы, все возможные кризисы. Я имею в виду сетевой бизнес, я не занимался в компании Дутера. Это мой второй проект, вторая компания. Я вначале работал в другой компании. И тоже очень успешно, и все процветало. Так вот, стандартный бизнес. Давайте рассмотрим. Человек вступает в бизнес, стандартный бизнес. Я не говорю большой бизнес, открыть какую-то большую фабрику, набрать рабочих. У человека нет таких денег. Я говорю про какой-то маленький бизнес. Какая-то там мастерская, ремонтные машины, или брикмахерская, тот же косметический салон и что-то такое. То есть, нужно хотя бы для начала, чтобы этот бизнес открыть, не то, чтобы на нем что-то заработать, нужно вложить где-то около 50 тысяч долларов. Почему? Потому что нужно снять помещение. Понятно, за 50 тысяч долларов вы не купите помещение. Ну, снять помещение, сделать ремонт, завести оборудование, или завести товар, купить какой-то контейнер, какой-то продукции, что вы хотите там в линейном бизнесе распространять, или еще что-то. То есть, где-то в среднем это надо вложить. 50 тысяч долларов из своего кармана. И статистика. Есть такие государственные службы, которые регистрируют бизнесы и проверяют, что с ними происходит. У них есть статистика, что в течение одного года в некоторых странах, в некоторых странах в течение трех лет, новые бизнесы, 95% новых бизнесов, разоряются. То есть, люди хотели заработать, вложили 50 тысяч долларов, год работали, или три года работали, ничего не заработали и разорились. Вот цена. И 50 тысяч долларов им никто не вернет. И хорошо, если это были их деньги, они не взяли еще ссуду в банке под бизнес. Это еще хуже вариант. То есть, они не только в нуле, они уже в минусе. Поэтому перед тем, как человеку открывать такой бизнес, особенно сегодня, когда видите, сколько их лопается, линейных бизнесов, я о чем говорю. Слушай, есть другие бизнесы, есть совсем другая система. Есть, скажем, арома бизнес компании Дутера, то есть сетевой бизнес, где капиталовложение делает сама фирма-производитель. Ты здесь не можешь обанкротиться. Даже если у тебя есть 50 тысяч долларов, вот держи их в банке, и пускай они у тебя будут. Всегда. А что нужно тогда? А какие нужны инвестиции в бизнес? Я говорю, очень простые. Приблизительно надо каждый месяц сделать 200 долларов. 150 пиви, я говорю. 150 баллов, это где-то 200 долларов. И это надо делать в течение года. Потому что если ты открываешь какой-то бизнес, по-любому ты минимум год он только начинает раскручиваться. Если ты снимаешь помещение, тоже никто не сдает тебе помещение на один месяц. Тоже хотят на год минимум сдать. Поэтому что такое 200 долларов в месяц для поддержания бизнеса? Это ничего. Это смешно. Для тех, кто занимается линейным бизнесом, понимает, это вообще не о чем говорить. Я говорю, да, ты хочешь бизнес, пожалуйста. 50 тысяч долларов не нужно. Нужно 200 долларов в течение 12 месяцев. Каждый месяц. 2400 долларов получится суммарно. Если бизнес получится, если бизнес получится, то вообще замечательно. Без капиталовложений практически раскрутил свой бизнес. Если бизнес за год, год минимум, ты старался, работал, не получился, то 2400 долларов ты брал продукции компании Дутера, классных эфирных масел. То есть считай, что эти 2400 долларов пошли на оздоровление семьи. А самое главное не это. Главное, что 50 тысяч долларов в банке у тебя на счету остались. Или у тебя нету суды, которые ты проворонил бы, потратил бы, и нет у тебя минуса 50 тысяч долларов. Еще лучше. Вот в принципе первый шаг. Первый шаг. Человек должен вступить в бизнес. И понять, что он вступил в классный бизнес, не в линейный, что у него-то риска никакого вообще нет. Никакого риска обанкротиться здесь нет. Когда люди пугаются, часто мне говорят, ой, сетевой маркетинг, да это страшно. Там люди деньги теряют. Люди как раз теряют деньги на линейных бизнесах. Потому что в линейном бизнесе это он все вкладывает. И в оборудование, и в продукцию, и в производство. Здесь все вкладывает фирма Дутелло. То есть люди абсолютно говорят неверно. То есть людей неверная информация. Я всегда шучу, что те люди, которые ищут, так сказать, проблемы, страх, разорение в сетевом бизнесе, это, знаете, люди, которые напоминают мне гинекологов, которые ищут проблему в том месте, где надо искать счастье. Ну, продолжим. Первый шаг понятно. Первый шаг это вступить в бизнес. Второй шаг это создание большой клиентской базы. Что значит создание большой клиентской базы? Если у вас есть товар, вы в компании Дутера, у вас есть виртуальные интернет-магазины по всему миру, все замечательно, но это еще не бизнес. Ваш бизнес это когда товаром начнут пользоваться. И поэтому вам нужно, чтобы большое количество людей начало пользоваться эфирными маслами. Вы знаете, что здесь самое классное в этом все, что вы даже ни с кем не конкурируете. потому что люди на самом деле большинство людей до вас они вообще просто эфирными маслами не пользуются. Это не то, что они говорят ой у меня классные эфирные масла, а чем твои и эфирные масла лучше? Нет, на самом деле большинство людей вообще не пользуются эфирными маслями. Я могу сказать, что три года назад до того, как я вступил в компанию Дутера, ни я, ни моя семья мы не пользовались эфирными маслами. Я понимаю, что это было абсолютно неправильно. Я понимаю, насколько здорово, Здорово, когда эфирные масла вошли в твой дом, но таких, как я, миллионы, миллиарды людей просто слышали про эфирные масла, может, когда-то где-то в сауне кто-то при них там брызнул куда-то на угли, ну вот не более того. Поэтому это первое здорово, что у вас нет никакой конкуренции, вы просто предлагаете классные эфирные масла, классные идеи. И самое важное для создания большой клиентской базы и ваших новичков, и вашей организации, что вам не надо продавать эфирные масла. Почему вам не надо продавать? Потому что условия получения ваших чеков, условия вашего бизнеса, это 150 PV, про которые я сказал. Первый шаг, 150 PV каждый месяц. Вот эти 150 PV каждый месяц мы рассмотрим, куда они деваются, а ваша задача на самом деле не двигать эфирные масла, а продавать определенные идеи, которые решают эфирные масла. То есть идеи арома-бизнеса, идеи эфирных масел, не сами эфирные масла. Эфирные масла продает компания Дутера. Вот это надо очень понять, что компания Дутера продает эфирные масла, а вы только создаете рынок и зарабатываете свои проценты. Так вот, для того, чтобы создать большую клиентскую базу, надо говорить про такие вещи, которые нужны всем. То есть чем больше я говорю про общие вещи, которые нужны всем, тем больше моя клиентская база. У меня и, соответственно, у моих дистрибьюторов. То есть о чем я говорю, когда я говорю про эфирные масла? Я говорю про профилактика вирусных заболеваний. Я говорю про охуривание. Вот сегодня, скажите, насколько актуальна дезинфекция? Сегодня по телевизору, вот сколько я слышу сейчас в телевизор, а слышал его весь 2020 год, весь 2020 год говорилось про дезинфекцию. Так или на. Одевать маски для чего? Чтобы что-то не попало в нас. Это фильтр дезинфицирующий. Только он не обладает дезинфицирующим эффектом, он работает как фильтр. Абсолютно неграмотно, потому что фильтр быстро набирает, если он набирает вирусы и бактерии, то он сам становится источником инфекции. Прямо у вас под носом. Поэтому вообще их надо менять каждые два часа. Но никто этого не делает. Получается непонятно, они в пользу или во вред. Это первое. Второе, то есть дезинфекция. Более того, я говорю про дезинфекцию воздуха. А мы слышали про дезинфекцию поверхности, одевать перчатки. Ну, про дезинфекцию слышали много. И вот смотрите, как интересно. Я сказал про маски. Сколько раз, вот скажите, сколько раз вы за этот год слышали от разных людей, ваших знакомых и так далее. Ой, какие деньги сделали на масках? Ой, сколько заработали на масках. А вы находитесь в компании Дутера, да? И вы думаете по-другому. Ох ты, оказывается, на масках можно заработать. А маски – это фильтр, не обладая дезинфицирующим эффектом. Поэтому каждой маске нужно что? Эфирное масло. Капнуть одну капельку на маску, чтобы запах распространялся, тот запах, которым я дышу. И тогда получается дезинфицирующий эффект. То есть, если на масках, которые ничего не стоят на самом деле, себестоимость маски очень маленькая, заработали деньги, почему я не могу заработать деньги на эфирных маслах? Каждой маске нужно хотя бы одну эфирную маску. Хотя бы баночка лимона. Опаньки. Вот так вот смотрят бизнесмены. Более того, раньше нужны были аромакулоны. Аромакулоны для чего? Чтобы можно было… Это индивидуальные средства защиты. Как эфирными маслами дезинфицируй свой воздух, если ты не у себя дома, не у себя в помещении. Пожалуйста, аромакулоны. А сейчас еще лучше. Люди все носят маски. Так можно прямо на маску капать. Даже аромакулон не нужен. То есть, сразу на маску, и вот ты как раз свое дыхание защищаешь эфирными маслами. Дезинфицируешь. То есть, все эфирные масла обладают дезинфицирующими свойствами. Теперь, получается, сколько есть помещений, надо их дезинфицировать. Наши домашние помещения надо дезинфицировать. Маски надо дезинфицировать. То есть, это фильтр. Он накапливает вирусы, бактерии. А кто их будет уничтожать? Зачем мне вирусы, бактерии под носом? Чтобы ими дышать, что ли? Замечательно. И это легко. Вот то, что я сейчас говорю, может произвести любой человек. Потому что я не говорю про ароматерапию, я не говорю про какие-то сложные вещи, про какие-то заболевания, где надо поставить диагноз, где надо быть врачом, где надо знать анатомию. Нет, я про это вообще ничего не говорю. Я все говорю про дезинфекцию. По телевизору говорю про дезинфекцию, я говорю про дезинфекцию. Телевизор на меня работает. Телевизор на меня работает. Он пропагандирует дезинфекцию. И я говорю, эфирные масла обладают отличными дезинфицирующими свойствами. Более того, это, мало того, что они мощные дезинфицирующие свойства, мощные антисептики. Они абсолютно безвредны для нашего здоровья. И поэтому я могу дезинфицировать воздух и дышать. Шикарно. То есть дезинфекция за счет диффузоров во всех помещениях. Вот у меня даже девиз. Эфирные масла в каждый дом. 2020 год прямо подходит для этого девиза. То есть дезинфекция каждого дома и дезинфекция масок, потому что не всегда мы находимся в своих помещениях. Не все помещения в транспорте я не могу дезинфицировать автобус или метро. Я могу дезинфицировать только свою маску. То есть защищать лично себя. Все. Более того, я хочу сказать, что вирусы, они отлично летают. Поэтому я не знаю, как насчет дезинфицировать поверхности. Но мы знаем, что пыль летает. Я живу на шестом этаже, ко мне на шестой этаж залетает пыль. Откуда-то она берется, и я ее все время протирать должен. А вирус в 10 тысяч раз мельче, чем пыль. Ему то, что мешает залетать. И даже если я его не принесу с собой с улицы, а я буду сидеть на карантине, он все равно попадет в мою квартиру. Пыль же как-то попадает в мою квартиру. Не я же эту пыль приношу с собой в чемоданах. Откуда она берется? С улицы. Я ее не приношу. Так и вирус может так же, что вирусу мешает. Ничего. Поэтому это легко, понятно и дублицируемо. То есть это говорю я, это говорят мои люди. Если они это говорят, у них бизнес процветает. Как вот поставьте, пожалуйста, двоечки, кто считает, что дезинфекция сегодня, это очень актуально для 100% населения. Кто считает? Поставьте двоечки. Что это актуальная тема? Вот пошли двоечки, вижу. Раз это актуальная тема, и для 100% населения, значит, я и мои люди должны ее говорить. Мы попадаем в цель. Актуальность. Второе. То есть я говорю, какая должна быть продуктовая стратегия. Если у меня есть эфирные масла, что я с ними делаю? Второе. Борьба со стрессами. Что еще говорит телевизор? Я постоянно слышу по телевизору, что у людей проблемы, у людей стрессы, увеличилось количество продаж антидепрессантов резко, все психологи или психиатры говорят, что во многих странах увеличилось количество самоубийств даже. Опять актуальная тема. Опять телевизор говорит про стрессы в связи с короной, что люди перепуганы, в связи с экономическим положением, в связи, что кто-то обанкротился или кто-то потерял работу. Отлично. Телевизор это говорит. А у нас, смотрите, два в одном. Знаете, как два в одном – это самое шикарное. У нас эфирные масла, они не только дезинфицируют хорошо. Очень много эфирных масел, которые отлично создают комфортную зону. То есть я говорю про что? Я говорю про антистресс. Я говорю про антистресс. Что такое? Создание приятных ощущений. Почему мы любим все цветочные запахи, цитрусы? Почему мы любим нюхать цветы? Они нас расслабляют, нам приятно. Мы создаем все приятные ощущения. При стрессе у нас негативные какие-то реакции. Тут мы делаем приятные, комфортные. Мы тем самым гасим негативные и создаем расслабление, создаем комфортную зону. Дома, на работе, тоже маску. Если просто носить одно, а если ее с лимончиком носить или с диким апельсином, совсем другие ощущения от этой маски. Мало ли то, что она тебе мешается на лице, но она хотя бы приятно пахнет. Этот запах мне приятен. Замечательно. То есть опять телевизор работает на меня, а я говорю, замечательно. У нас есть это самое. Как людям помогать не впадать в какую-то панику, не впадать в депрессию, не впадать в какие-то негативные реакции. Отлично. Замечательно. И это легко. И опять то, что я говорю, это очень просто. Надо дать человеку попробовать какие-то запахи, какой-то запах ему понравится, особенно там цитрус или цветочный, или еще особенно если человек напряженный, он скажет, ой, какой приятный запах. Все. То есть запах сам работает. И ты говоришь, да, этот запах надо, особенно если там человек плохо спит, очень нервничает. И ты говоришь, вот, замечательно. То есть опять не надо быть психиатром, не надо разбираться в каких-то там проблемах неврологического характера. Надо просто говорить, что приятные запахи – это аромадизайн. То есть мы делаем дизайн визуальный для того, чтобы глаз радовался, вешаем картины, делаем навесные потолки, красивые люстры, там, бра, там, коврики. Пожалуйста, для глаза. А почему мы ничего не делаем для носа? Вот, знаете, в спа-салонах, в какой бы спа-салон вы ни зашли, вы сразу почувствуете запахи. Они специально распространяют какие-то комфортные запахи, цветочные или еще какие-то, которые бы расслабляли. Почему нельзя делать дома? Это же легко делать, это очень просто делать. Аромадизайн, такое слово даже красивое, аромадизайн. Это просто. И это дублицируемое. Это говорю я, это говорят мои люди. Если я говорю, мои люди говорят это, у них отлично идет подписание, люди понимают, для чего нужны эфирные масла. И также мы можем говорить про рецепты вкусной и полезной пищи. Особенно про специи, эфирные масла, специи добавлять. И это, кстати, укрепление, это улучшение работы пищеварения, а наше пищеварение и наша микрофлора, особенно там кишечника и так далее, очень нам сильно помогает в защите, иммунной защите на самом деле. И поэтому использование специй, эфирных масел специй, это в том числе укрепление иммунитета. Это уже наши эфирные масла можно применять вовнутрь. Делать различные рецепты. Арома-шеф. И опять же, что говорит телевизор? Послушай, что говорит телевизор? Что есть группа риска. Ну, не всем опасенна корона, а у кого снижена иммунная система, у кого есть куча хронических заболеваний, то есть только ослабленному организму. А мы тут стресс снимаем от этого организма, крепче иммунная система, крепче. Мы, арома-шеф, мы специи добавляем в пищу, эфирные масла, специи. Мы укрепляем иммунную защиту. Тот же имбирь, тот же кардамон, корица. Смотрите, что у нас есть. Замечательно, понимаете? Просто великолепно. Все, что говорит телевизор, что нужно дезинфицировать. У людей стрессы и слабый иммунитет. Это опасно. Мы говорим, да, телевизор абсолютно прав. И у нас есть это для вас. То есть, если мы будем, поймаем вот эту волну, знаете, вот эту волну, использовать даже тот же телевизор. О чем говорит телевизор? Какие проблемы? А у нас есть решение? Все. Бизнес будет лететь. Лететь. Просто лететь. Вот как. И причем не потому, что заставили носить маски. Нет, люди с удовольствием будут сами капать на эти маски. Никто их не заставляет, проэфирные масла. Но они понимают, насколько это здорово, хорошо и полезно. Все. Вот это сложно. Вот это очень просто. Вот послушайте. Очень-очень просто. Если вы будете это делать, вы и ваши люди, ваш бизнес будет процветать. С точки зрения какой? Создание большой клиентской базы. То есть, большое количество людей с удовольствием будет регистрироваться для того, чтобы пользоваться продукцией Дутеры. Это еще не люди, которые будут заниматься бизнесом. Но это люди, которые будут пользоваться у вас стабильно, покупать в интернет-магазинах Дутеры. И вы будете получать с этого бонусы. Окей? Главное, что понятно и нужно 100% населению. Вот это очень-очень важно. Если вы... Потому что, что я вижу иногда, люди заходят в компанию Дутера, начинают заниматься бизнесом, начинают заниматься лечением, понимаете, влезают в какую-то жуткую конкуренцию с этим лечением. Вот представьте себе, вот представьте себе какого-то больного. Неважно, какое-то у него хроническое, тяжелое заболевание, неизлечимое. И этим больным, этим больным занимаются. Минздрав той страны, там это Израиль, Россия или Германия, Минздрав, больницы, поликлиники, врачи, медсестры, клиники альтернативной медицины, также различные специалисты. Китай, иглоукалывание, китайская медицина, там, и так далее. Я могу. Еще гадалки, аферисты, экстрасенсы, кто этим человеком только не занимается, не пытается его вылечить, понимаете, и, естественно, получить с него какие-то денежки. Если вы считаете, что у дистрибьютора компании Дутера в этом списке не хватает, то вы сильно ошибаетесь. Я там не нужен, и вы там тоже не нужны, и ваши люди тоже не нужны. Этим человеком уже занимаются десятки тысяч различных специалистов. Причем безуспешно у него хроническое заболевание, ни один еще не преуспел в его лечении. Поэтому вы там абсолютно не нужны. Вот где вы нужны, это чтобы люди не получали эти заболевания. Вы не нужны для того, чтобы лечить человека, который уже сильно зашел в депрессию, сидит на антидепрессантах. Нет. Вы нужны для того, чтобы человек не попал вообще в эту депрессию. Можете записать, что самое лучшее средство депрессии, в нее не впадать. Сказал Игорь Лернин, это лучшее средство депрессии, в нее не впадать. И для этого могут помочь эфирные масла. Вот где вы нужны. И так далее, тому подобное. И то же самое с вирусами. В первую очередь, это что делали древние, они окуривали помещение. И так и говорили, помещение надо чистить, окуривать от злых духов. Иначе злой дух поселяется в человека, и с человека его выгнать трудно. Ну, не было у них микроскопов. Но вирус очень похож на злой дух. Очень похож. Поэтому создание большой клиентской базы у вас будет только когда вы будете говорить то, что я сказал. Один, два, три. Это понятно, да? У вас будет большущая база, и вам будет очень-очень с этим легко. Да. Кстати, для создания большой клиентской базы у вас есть еще что? То есть, это я вам рассказывал про идеи. А теперь еще действия какие? У вас, во-первых, есть продукт, который вы каждый месяц покупаете на 200 долларов. Да? 150 пиви. Вы же в бизнесе, да? Это ваши инвестиции в дело. Вы берете товар, эфирные масла на 150 пиви каждый месяц. Я вам потом объясню, почему 150 пиви. И что вы делаете? Первое дело, вы лично пользуетесь. Вы на себе, вы создаете себе комфорт, хорошее настроение, антивирус. Вы демонстрируете, да? И вам тогда легче рассказывать друзьям. Потому что я сам этим пользуюсь. Мои дети этим пользуются, жена и так далее. Это, да? Или муж. Все, замечательно. Вы используете диффузор, и люди знают, когда приходят к вам домой, у вас приятно пахнет, стоит диффузор, вы дезинфицируете воздух, вы раздаете пробники, да? Мы же потом расскажем, как это делать. Вы раздаете пробники, да? вы заказываете маленькие бутылочки, которые по одному миллилитру лучше всего, куда вы просто полмиллилитра капаете. Десять капель. То есть, вы этот продукт, который вы покупаете, вы его используете, да? На что? Для того, чтобы делать подарки, раздавать пробники, для себя любимых, для самых близких и так далее. То есть, эти 200 долларов должны работать каждый месяц. Они именно должны работать на ваш бизнес. Это ваши инвестиции в дело. Это предпринимательская позиция, это понятие того, что вы делаете и в каком бизнесе вы находитесь. Вообще, мир живет по принципу бумеранга. Чтобы что-то получить, надо вначале что-то дать. Вот вы даете людям эфирные масла и пробники, да? И показываете, и сами пользуетесь. Создание большой клиентской базы заключается в том, что вы не грузите людей знаниями, а лучше, лучше делаете дегустацию эфирных масел. То есть, правило номер один. Выходя из дома, вы не забываете никогда ключи, правильно? Теперь вы не забываете эфирные масла. Ведь никто же без ключей из дома не выходит. Вообще вы выходите без эфирных масел? Уважание есть. Вы же их покупаете каждый месяц на 150 пиви, 12 месяцев. То есть, они у вас всегда должны присутствовать. Даже что-то продалось, что-то мы использовали. Все равно есть. Поэтому, правило номер один, вы всегда выходите с эфирными маслами, потому что они всегда появятся возможности дать пробничек, рассказать, каплить на руку, дать понюхать. Мы всегда с кем-то встречаемся, с кем-то общаемся. Когда человек говорит, где взять людей? Это те люди, которые тебя окружают. На работе, в автобусе, в поездках, еще там, в магазинах. Не важно, где мы только с людьми не пересекаемся. Это первое. И второе правило, второе, что хорошо для вас, хорошо вашим друзьям и близким. Не будьте эгоистами. Если вам хорошо, вы пользуетесь, получаете результаты, вам нравится, вы видите, как эфирные масла улучшили качество вашей жизни. Почему это не рассказать вашим друзьям и близким? Просто похвастаться. Запомните, все, что хорошо для вас, хорошо вашим друзьям и близким тоже. Вы не будете рассказывать то, что плохо. Вы будете рассказывать только то, что хорошо. Это все для создания большой клиентской базы. Видите, я вам говорю, не просто шаг, что надо создать. Я вам говорю, как создавать, о чем говорить, что делать. Я вас прямо веду, пошагово веду. Вот у меня, например, люди говорят, как ты продаешь такое количество масел, почему ты всем продаешь? Я говорю, я вообще никому ничего не продаю. Я могу рассказывать про эфирные масла, могу хвастаться, а люди сами покупают. Я им ничего не продаю, это они покупают. Запомните, очень важная вещь. Люди любят покупать, люди не любят, когда им навязывают и что-то продают. Поэтому вы никому ничего не продаете, вы можете только рассказывать. Рассказывать про идеи, про классность и все. Люди захотят это купить, это другой разговор. Как вы когда-то кому-то говорите, вот классная книжка, там вышла или фильм, человек пошел, заплатил билет, купил билет, посмотрел фильм. Или пошел в книжный магазин, купил эту книжку. Вы ему не продавали, вы ему порекомендовали. Это две разные вещи. И человек говорит, как я пойду им продавать, а ты не иди продавать. Вот и все. Подари ему пробники. Расскажи ему про идеи вот эти, которые я тоже сказал. Все. Он сам купит. Он сам тебя попросит, узнает, где, как, чего. При этом, что сейчас я говорю про создание клиентской базы. Да? Кстати, пробники, я могу сказать, что я вот нашел место. 144 баночки по одному миллилитру, включая наклейки компании Duterra, плюс открывалки для пробок. Все это вместе, там и дозаторы, и пипетки, все. Стоит 100 шекелей. Ну, где-то там, я не знаю, 2000 рублей. Включай доставку. То есть, я заказываю всегда по два комплекта. У меня всегда есть для моих, кто подписался, пока он получит, потому что это идет сколько-то, сейчас дольше идет, тем более. Я такой, на тебе 20 баночек, сразу маленьких ты их покупил, сразу начинай раздавать пробники. Я этому учу, кстати, на курсе. Да? Сетевой бизнес для чайников, который у меня в следующий, в следующий понедельник начнется первое занятие. Я там все учу, значительно более подробнее, чем сейчас. Понятно. И переходим к шагу третьего. То есть, одно дело, клиентская база, что вам очень нужно, потому что именно из этой клиентской базы, откуда возьмутся у вас хорошие дистрибьюторы, они возьмутся именно из этой клиентской базы. Как я сказал, человек двигается, клиент, потом консультант пошел в бизнес, потом менеджер и так далее. То есть, те, кто влюбился в эфирные масла, обязательно такие будут, которые будут просто тащиться от эфирных масел, кто поверил в идеи, про которые вы говорили, людям нравятся идеи, да, это же глобальная идея. Это вот, что надо делать с вирусами, надо вернуть окуривание помещений. Кто начал рекомендовать друзьям и знакомым, кто хочет получать эту продукцию бесплатно, кстати, ты можешь сказать, да, если ты будешь рекомендовать, люди будут подписываться, у нас идет быстрый старт. Быстрый старт это сразу в течение недели вы получаете деньги. И сразу же на эти деньги можно покупать продукцию. Или, скажем, брать ее бесплатно. Кто хочет заняться этим бизнесом, кто уже созрел для бизнеса, да, и вы ему даете ту идею, что не надо тратить колоссальные деньги на открытие собственного дела, попробуй вначале вот так. безобидную систему, где ты разориться не можешь. То есть привлечение компаньонов, это, знаете, как эфирные масла вам привели людей. Слышали такое слово, наверное, они снюхались. Да? Снюхались. Вот это люди, которые с вами снюхались и готовы эти идеи взять, да, им нравятся эти идеи. И нравится этот бизнес уже, потому что он честный и он несет людям добро и очень полезную информацию. То есть общие идеи, командная работа, взаимовыручка, это работа в одной связке. Это вот как альпинисты идут в гору, договорились, в гору тяжело подняться, но неважно, это не один человек. Они знают, они друг друга страхуют, друг другу помогают. Пожалуйста, у вас начнутся кто? консультанты, то есть это уже не клиенты, а именно люди, компаньоны из этих, которые подписаны под вами в первой линии, появятся люди, которые захотят заниматься бизнесом. потому потому что вы их познакомили с эфирными маслами, им понравились эти идеи и почему на хорошие идеи не заработать деньги. Как говорю, на масках заработали, а почему этим маскам не добавить эфирные масла и заработать еще больше, чем на масках. Эфирные масла все-таки подороже будут, чем маски. И что происходит тогда? Что происходит тогда? Тогда происходит что? Привлечение компаньон в первую линию, в первую линию консультанты. У вас появляются люди и объемы. Вот я вам просто показываю свою организацию. Я вам сказал, вот 12 месяц с 2020 года, организация сделала 368 1600 PV. 368 тысяч PV. Новые пользователи за только за декабрь месяц 327 человек. Почему так много людей зарегистрировалось в мою организацию? Потому что я говорю самые нужные людям вещи. Мои люди тоже это говорят. И на самом деле я говорю ограниченному количеству людей. Правда? То есть если посмотреть за всю мою деятельность, не за 12, не за декабрь, а за всю деятельность, то вот мой первый уровень составляет 36 человек. Клиентская база. 36 человек. А моя организация составляет 4600 человек. То есть камень упал, 36 человек. А волны пошли, то есть если хорошо, правильно дублицировать систему, то 4600 человек, а не 36. Это больше, чем в 100 раз больше. Более того могу сказать, что наш бизнес, привлечение компаньона в первую линию, по всему миру, это не обязательно должны быть ваши соседи, с кем вы даже встречаетесь. Это можно делать в том числе по интернету. Вот заметьте, что сегодня 2020 год, какие бизнесы процветают? Дутера процветает? Потому что все можно делать на удаленке. Можно на удаленке находить людей через социальные сети или люди разбросаны по всему миру, у вас есть родственники в Америке, у кого-то в Канаде, у кого-то еще где-то. Вот посмотрите, наша организация Aroma Business, которая началась, как я сказал, в 36 человек. Она на сегодняшний день имеет своих как бы дистрибьюторов, веллас адвокатов в 31 стране мира. Вот тут перечислены 31 страна мира, вот здесь количество скажем дистрибьюторов в каждой стране. Замечательно, супер. Здесь покупок еще нету, начало месяца настолько начался, это уже вот прям я сегодня взял с компьютера, какое количество людей и сколько. То есть, я что хотел сказать, что бизнес еще чем хорош, что тоже привлекает людей в бизнес, если уже мы говорим про бизнес, мы до этого говорили про клиентскую базу, если мы говорим уже про бизнес, помимо, что здесь нет капиталовложений, ты не рискуешь, это бизнес, работай на удаленке. Сегодня в мире появилось новое понятие. Первым делом есть люди, которые считают, что сейчас мы победим вирус корона, мир вернется назад, то, что было до 2020 года. Вот поверьте мне, поверьте мне, мир никогда назад не возвращается, мир всегда двигается куда-то вперед, то есть не было такого, что мир возвращался назад. Поэтому если уже начались у нас проблемы такие серьезные с вирусами, они будут периодически выплывать, периодически у нас будут карантины, это будет называться другой вирус, это не будет корона, вы помните, был птичий, свиной, какая разница, как он называется, мы никогда не победим вирус, мы крыс победить не можем. Вот сколько я себя знаю, а знаю себя недолго, 56 лет всего, я себя знаю, так вот, все эти 56 лет человечество борется с крысами, и что? Они бегают по Тель-Авиву, они бегают по Москве, по Брюсселю, по Нью-Йорку, все знают, они есть, а мы, говорим про вирусы, поэтому 2020 год показал, что если человек выбирает бизнес, который хочет долгие годы заниматься и процветать, то есть новое понятие, я вам скажу, новое понятие, вируса, вируса устойчивый бизнес, вируса устойчивый, то есть, что если через три года опять не вспыхнет какой-то вирус, твой бизнес не рухнет, как у многих, и ты не разоришься, а вируса устойчивый бизнес говорит о том, что этот бизнес на удаленке, потому что при карантине нет возможности принимать посетителей, вы знаете, да, перекрывает в первую очередь все бизнесы, где прием посетителей, там рестораны, магазины, что там еще, так вот, о чем я хотел сказать, смотрите, Дутера, да, весь бизнес, вы можете находить людей на удаленке через интернет, регистрировать, у нас, вы знаете, регистрация через интернет, человек делает первую покупку в интернет-магазине, это через интернет, получает, это доставка, он никуда не едет за товаром, да, это доставка, доставка всегда существует, как раз при карантине только и можно это что делать, через доставку, доставка, и дальше обучение этого человека и продукции, и бизнесу тоже через интернет, вот у нас здесь куча курсов, которые сегодня процветают, и семейная аптечка, то есть человек зарегистрировался как клиент или в бизнес, да, он первым делом идет куда? К нам на курс, семейная аптечка, потому что он взял регистрационный набор из 10 баночек, он же их еще не знает, и спонсор, может быть, тоже плохо знает, он может быть новичок достаточно, да, он может тоже пока на курсе учиться, или они еще могут жить не рядышком, чтобы прийти, так объяснить, показать, накапывать, пожалуйста, курс, семейная аптечка, шикарно, каждый новичок проходит этот курс, как курс молодого бойца, система, пошаговая система, то есть человек все, вступил, купил, как я сказал, решил заняться бизнесом, пошел на курс семейная аптечка, спрашивает, почему курс семейная аптечка, он пошел заниматься бизнесом, он должен знать систему, да, он должен знать пошаговую систему, как двигаются люди, как будут двигаться его клиенты в том числе, и поскольку он людям предлагает, что, зарегистрироваться, да, в итоге, когда человек скажет, а где чего купить, зарегистрироваться, купить семейный набор, да, потому что он очень выгодный, там и диффузор сразу, а про диффузор он говорил о куривании, там как раз все подобрано под дезинфекцию, антистресс и арома шеф, там есть орегано, и перечная мята, и лимон, и ангар, который можно использовать до специи, там корица, гвоздика, розмарин, в него входит, то есть в арома шеф, пожалуйста, все очень грамотно сложено, и это третий шаг, на этом мы заканчиваем третий шаг, да, это уже привлечение компаньонов, которые вступают в бизнес, идут на курсы, то есть идут на курс семейная аптечка, а потом идут на курс обязательно MLM бизнес для чайников, который я тоже провожу постоянно, вот сейчас у нас заканчивается и уже следующего понедельника новый курс, где он получает основы и по продукту, и по бизнесу, курс достаточно, чтобы он начал развивать свой бизнес и приводить людей, да, потому что нам нужны новые люди, чтобы у всех каждый дом по диффузору, диффузор в каждый дом, эфирные масла в каждый дом, и после этого как раз человек переходит к четвертому шагу, четвертый шаг, видите, пошагово вам все, четвертый шаг, это построение бонуса силы трех, на 1500 долларов, это такой большой шаг, человек должен понять, что его бизнес, он строит, он строит бизнес, он строит бонус силы трех, все, пожалуйста, изучите этот бонус, хотя я вам сейчас расскажу основные его моменты, что из этой клиентской базы, которую я сказал, сделать большую клиентскую базу, как я сказал, видите, у меня там 36 человек, а нужно из этих 26 человек 3 человека, с которым начать заниматься бизнесом, то есть вам нужно 3 человека, которые будут повторять вас, повторять все вот эти 3 шага, которые я только что перечислил, это понятно, да, вы прошли эти 3 шага, значит человек должен, который вступил в бизнес, он начинает так же, он был классный клиент, потом стал консультант, он пошел рассказывать идеи, он начал создавать, он вступил в бизнес и начал создавать клиентскую базу, и после этого начал приводить компаньонов, и вот вы строите вот с этими тремя человеками, которых вы выбрали из этой клиентской базы, если у вас нету людей на бизнес, это у вас значит маленькая клиентская база, маленькая выборка, вы мало говорите про эфирные масла и про эти идеи, людей миллион, вы знаете миллион людей, у вас любому человеку в мобильном телефоне заложены контакты, там их море, море этих контактов, вы всем должны похвастаться, всем рассказать про рома бизнес, про те идеи, которые я только что вам называл. Из клиентской базы вы начинаете строить, в первую очередь вам нужно три человека, и с этими тремя людьми вы начинаете работать. я нашел трех человек, но они ничего не делают. Это значит, что ты не нашел трех человек, ты нашел еще большое количество клиентов, клиентская база у тебя, это клиенты, если они ничего не делают, и бизнесом заниматься не собираются, это клиенты, которые зарегистрированы под тебя, в интернет-магазине, покупают продукцию с 25% скидкой. Замечательно. Тебе нужно найти трех человек, таких, как ты, которые будут, да, заниматься и будут делать вот все, еще раз говорю, три шага, которых я только что прошел. Именно с этими только людьми ты начинаешь строить силу трех. Ни с какими другими. Не пытайся под людей, которые ничего не делают, подводить людей, вдруг они заработают, а если они не заработают, у тебя будет дырка и все развалится. Поэтому ты подпишешь под себя первую линию до тех пор, пока не появляются люди, которые активно начинают работать. И тогда ты уже, когда у тебя есть три человека, начинаешь выстраивать силу трех. Первая она самая простая, это три человека, как я сказал, которые каждый делает 150 пиви в месяц, ну и ты сделаешь 150 пиви в месяц, у вас получается 600 пиви на четверых и три человека, у которых есть LRP шаблон, который каждый месяц выкупают на 150 пиви, все, у тебя есть сила трех на 50 и на самом деле ты директор, потому что пока у тебя есть три человека, у этих людей тоже появляются какие-то клиенты, поэтому это 600 с точки зрения ты и твой первый уровень, 100%, но с точки зрения организации, у всех кого есть 50 по силе трех, в основном есть тысяча, это директор по маркетинг-плану, бонус, какой ты получаешь при этом бонус, 50 долларов по силе трех, плюс 90 долларов и быстрый старт, быстрый старт 20% с первого уровня, ты получаешь это 140 долларов, то есть твой продукт уже практически бесплатный, если тебе нужно 200 долларов, как я сказал, 150 очков, то 140 долларов из них ты получаешь, замечательно, как только ты начал получать эти 50 долларов ежемесячно, у тебя есть три человека, ты начинаешь с ними работать, чтобы у них, то что это 50 долларов было у тебя, а теперь тебе нужно, чтобы каждый из них получал 50 долларов, опять, ты же строишь себе силу на 1500, первый шаг, первый шаг это 50 долларов, второй шаг это 250, а для твоих людей 50, то есть твои люди стремятся опять же то же самое как ты, выстроить силу трех на 50, а ты им в этом помогаешь, ты очень заинтересован, чтобы у них у каждого стало 50, когда у тебя будет 250 долларов, устроен этот бонус, и это очень дублицируемо, помните про камень, почему дублицируемо, потому что ты можешь научить людей тому, что ты уже умеешь, раз ты умеешь сделать 50, пожалуйста, научи их, троих, они хотят, они пришли, они все делают, все шаги, чтобы у каждого из них было 50, и все, ты имеешь 250, на самом деле твой бонус это 250, плюс по силе трех где-то 135, почему 135, там же людей стало больше, но со второй линии ты имеешь уже не 20%, а 10, а первая линия твоя уже может быть прошли 60 дней, ты с них имеешь Unilevel, 2%, это немного, но сейчас строится вторая линия, и ты имеешь плюс 250 по силе трех, это 385 долларов, 385 долларов, я могу сказать, те люди, у которых есть силы трех на 250 у меня, это я вам посчитал по минимуму, у меня все в организации, кто 250 долларов по силе трех имеет, получают больше, чем 385 долларов, поверьте, ну я по минимуму, вам, чтобы потом кто-то не сказал, а вот у меня 250 долларов по силе трех, а бонус меньше, это я вам минимально говорю, по минимуму, и у вас получается, что у вас есть три человека по тысяче, три директора, и вы имеете 3000 организационных, это вы элит, элит с 250 долларов по силе трех, шикарная ситуация, шикарная ситуация, такая называемая точка невозврата, что такое точка невозврата, это тоже человек в вашей организации, если вы, или вы в том числе, или ваш человек такое добился, этот человек всегда будет продолжать этот бизнес, потому что если ему нужно купить на 200 долларов, как я сказал, каждый месяц, а у него уже есть 250, то он уже ничего не выкладывает инвестиции, он из этого бонуса берет эти 200 долларов, то есть у него уже есть товар для бизнеса и 50 долларов в придачу, это очень шикарная ситуация, что человек уже закрепился и всегда сделает эти действия. И следующий момент этого же шага, вы выходите на эти 1500, которые строили, то есть у вас было 250, теперь вы учите ваших людей, у которых всего по 50, чтобы у них у каждого было по 250, вы работаете в такой команде, что они работают, вы помогаете, вы очень заинтересованы, чтобы у них стало 250. Почему? Потому что если у каждого из них будет 250, у всех троих по 250, у вас будет 1500. У вас будет 1500 и у вас будет звание Silver. Silver это когда под вами есть три элита. А как я сказал, элит 100%, если у него есть 250 по силе трех, то он элит. Вот смотрите насколько просто и дублицируем. Как раз вы учите людей самым простым действием. Ячейка на 50 долларов по силе трех. Три таких человека 250. У них девять человек сделали по 50 у каждого три по 50. Они стали получать по 250, вы получаете 1500. вы сильвер. Сильвер имеет лидерский бонус 150 плюс 1500. Это уже 1650. И где-то 450 будет по юнилеверу минимум. И опять по минимуму считаю. То есть ваш бонус 2100 долларов ежемесячно. 2100 долларов в месяц. Объем минимум 9000 организационный волюм. У вас есть три элита по три. Замечательно. Ваш бизнес запустился. Это можно сделать легко в течение года. Легко. Если вот так пошагово четко начать делать. Самые простые вещи. Все, что я рассказывал, здесь нету интегралов, дифференциалов, ничего сложного нет. Здесь ничего сложного нет с товаром, не надо знать анатомию, не надо уметь лечить, не надо быть врачом, ничего этого не надо. То же самое с бизнесом. Сила трех. Надо уметь считать до трех. Я думаю, что сегодня, кто меня слушает, все умеют считать до трех. Надо уметь считать до трех, и что каждый в этом бизнесе покупает покупает 150 пиви ежемесячно, как часы. И этот товар на 200 долларов по пробникам, на подарки, сам активно пользуется, расходует. Все. Это сложно, это очень-очень просто. Вот этот четвертый шаг, он очень важный. Почему? Потому что у вас уже зарплата 2100 долларов, и это на самом деле достаточно хорошие деньги в любой стране мира, в любой стране мира 2100 долларов ежемесячно, это деньги, это первое, и второе, ваши люди тоже зарабатывают, и под вами уже есть команда, на самом деле, когда вы это все выстроите, под вами за команда, вами, вы сильвер, бонус силы 3 на 1500, первая ваша линия, три элита, по вами есть три элита, по силе 3 750, получают больше, помните, сказал, минимум 350, еще там есть, вторая линия, у вас, 9 директоров, сила 3 на 50, и получается, что они получают 450 на всех, а три элита ваших получают 750, а вы 1500, и третья линия, у вас есть 27 потенциальных рекрутеров, под вами есть 27 третьей линии, потому что каждый приводил трех, 27 потенциальных будущих успешных военнос-адвокатов, на самом деле эта структура 40 человек на 40 человек, да, и по силе трех в этой структуре выплачивается 2700 долларов, помимо быстрого старта юни-ливела, к которому мы дойдем, просто только по силе трех выплачивается в эту структуру ежемесячно 2700 долларов, из которых львиная доля ваша 1500, ну еще 1200 долларов получают ваши люди, а ваша задача, чтобы ваши люди получали деньги, тогда они будут работать в бизнесе, тогда вам надо меньше их мотивировать, потому что они зарабатывают деньги. И вот мы это все построили, и перед тем, как перейти к пятому шагу, я вам немножечко хочу показать статистику и маркетинг клан, юни-ливел. Первая статистика среднегодовой доход лидеров, что вы представляете, среднегодовой доход лидеров. Сильвер, кстати, 62% лидеров, от Сильвера до президента Даймонда, если взять всех их вместе 100%, из них 62% это Сильвер, и они получают в среднем в год 26 тысяч долларов, то есть если я 26 разделю на 12, как раз получится приблизительно вот эти 2100, которые я вам показал, средний, причем это средний, это не то, что максимум. Поверьте, я был сервером, получал значительно больше, потому что это усредненно. Дальше Гольд, 57 тысяч долларов в месяц, 22% составляет из общего числа лидеров всей компании, это приблизительно 4 700, можно посчитать сколько это, в доллар в месяц. Это уже совсем другие деньги, и соответственно люди уже будут работать, если у вас появляются такие люди, они будут работать уже еще более интенсивно, чем сильвер. Тоже 4700 долларов в месяц, это очень достаточно большая зарплата, уже считается практически в любой стране мира. Следующая платина, их составляет 5% от общего числа лидеров, они получают где-то 106 тысяч долларов в месяц, это где-то 9 тысяч, приблизительно 9 тысяч долларов в месяц, это среднее, платином, я получаю больше, но это среднее, 9 тысяч долларов в месяц, их 5%, потом есть даймонд, есть звание даймонд, бриллиант, они получают 203 уже, 203 тысячи, где-то уже 18 тысяч долларов в месяц, и заметьте их больше, чем платину, платину 5%, а их 8% больше, я вам объясню, почему, вы только запомните это, что платину в 5% статистическая компания о даймондах, которые звание выше и денег больше, 8%, дальше идут блю даймонды, которые получают просто полмиллиона долларов в месяц, их 2% от всех лидеров, и есть президент даймонды, которые получают 1372, видите, как они точные цифры, это средняя статистика, средняя президента даймонда, в которых тоже сотни менеджей, в компании есть, количество их, это не то, что какой-то один человек, и они получают больше 100 тысяч долларов в месяц, это то, к чему мы стремимся, их всего 1%, то есть один из 100% всех лидеров, то есть из 100 лидеров один добивается президент даймондов, или те просто пока растут, окей, это вам статистика, значит, если мы так увидели, то на самом деле, на самом деле, наивысший рак в компании это президент даймонд, самая большая зарплата средняя, бонус средняя, это президент даймонда, значит, наша пошаговая инструкция должна быть для достижения на высшей цели, правильно, мы сейчас дошли до четвертого шага, прошли четвертый шаг, построили в силу трех на 1500, здесь все понятно, я вас подвожу к тому, а как стать президент даймондом, и при этом, чтобы это была дублицируемая система, и достаточно понятно, как это все делать, и каждый этап, каждый этап, я вам показал, пути, он мотивируется не словами, а деньгами, вы не прыгаете туда, вы становитесь сервером, как я вам показал, с 1500, потом там гольдом, потом платином, и так далее, и ваша зарплата растет, вы еще не президент даймонд, но она растет, то есть мотивируется деньгами, и самое главное, все, что я вам буду рассказывать, это не просто какая-то теория, это практический путь, который я прохожу, который я делаю, я лично в компании Дутера, я вот таким путем, который я вам сейчас рассказываю, дошел до платины и двигаюсь к президенту Даймонду, я вам покажу, как я двигаюсь к нему, и платина здесь очень важное на самом деле, очень важное звание, почему важное звание, сейчас я вам покажу, вот схема на самом деле Unilevel, схема получения бонусов, и здесь в этой схеме как раз указано, а что такое консультант, а что такое менеджер, а что такое директор, executive, elite, premier, silver, gold, platinum, diamond, blue diamond и present diamond, здесь есть условия, вот эти первые вот эти три, раз, два, три, четыре, четыре строчки, вот эти первые четыре строчки, это условия, и мы их будем рассматривать сейчас не от консультанта, потому что мы ставим цель президента diamond, а мы пойдем в обратную сторону, давайте сразу посмотрим, кто такой президент diamond, президент diamond, который делает 100 очков каждый месяц, ну я уже сказал, мы все делаем 150 очков каждый месяц, так что это нас не страшит, да, второе, что у нас есть, что абсолютно не важен какой организационный объем, ну понятно, что он большой, но про организационный объем ничего не сказано, все организации сказано 100 очков месяц, а сказано, что должно быть 6, и кого, 6 платиновых, вот здесь должно быть 6 ножек параллельных, которые в звании платину, вот как у меня платину, поэтому звание платинам очень важно, первым делом надо стать платином, почему, потому что чтобы научить людей ваших быть платинами, вы должны сами быть платином, вот если я платином, я могу учить людей стать платином, я могу их туда тянуть, я знаю, как я пришел к этому званию, если я к нему пришел быстро и как бы правильным путем, как я вам рассказываю, так мне легче делать этих платинов, потому что мне надо их 6, теперь давайте посмотрим, кто такой платином, раз мне надо 6 платином, я должен понимать, 6, кого мне нужно, вот платином, у него должно быть 100 очков личной закупки, понятно, у него должно быть 3, видите, не 6, а 3, и кого 3, у него должно быть 3 сильвера, замечательно, вот я платину, чтобы стать платином, надо иметь 3 сильвера, в общем-то все понятно, здесь я вам сейчас отвечу на вопрос, почему даймондов больше, платином, да, ведь вопрос такой был, я вам сказал, отметьте, это странно, на самом деле, если я посмотрю маркетинг, ничего странного нет, платином это 3 сильвера, то есть платином умеет делать сильверов, даймонд это 4 сильвера, ну, то есть если я умею делать трех, я могу сделать четвертого, ну, трех уж как-то сделал же, и я перескатил бриллианты даймонд, даймонд умеет тоже делать сильверов получается, у него даже их 4, а блю даймонд, блю даймонд, это 5, а не 4, но только гольдов, не сильверов, то есть насколько сложнее признуть из даймонда в блю даймонды, потому что даймонд 4 сильвера, а тут надо сделать 5 гольдов, то есть все твои сильверы должны подняться на уровень гольда и еще один добавится, вот поэтому люди здесь застревают, отсюда они легко перепрыгивают, но я вам сейчас покажу путь как не застревать, потому что задача на самом деле это вот сюда президент даймонда попасть я вам говорю 3 сильвера все понятно давайте посмотрим что такой сильвер вот мы смотрим сильвер сильвер это 100 очков личных 3 ножки элита на самом деле такой сильвер мы знаем это тот который построил силу 3 на 1500 только что мы с вами прошли 4 шага и мы стали сильвером силой 3 на 1500 с тремя элитами да вот сейчас мы вернемся вот оно 4 шаг построения бонуса вот весь этот 4 шаг построения бонуса силы на 1500 это для того чтобы получать 1500 а во-вторых стать сильвером у которого в первой линии 3 элита ведь не случайно вас сюда привел это на самом знает как он стал сильвером он построил силу 3 на 1500 он может своих людей которые получают 250 это бы научить чтобы они получали 1500 и тогда у него будет 3 сильвера возвращаюсь сюда то есть до сильвера мы дошли у нас даже есть четко только мы дошли до сильвера нам нужно платину нам уже три сильвера но на самом деле этот ваши люди должны просто сделать 1500 василии 3 ваше первое поколение которое 250 сейчас получает а вы 1500 вы можете их это научить и вы станете кем платином платином а дальше 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 это три ноги и у вас три сильвера а дальше я вам хочу сказать можно же сделать из этих трех ног выжив платину и показать вашим сильвером как можно стать платином чтобы они из своих людей сделали трех сильверов они стали платином и тогда что получится платином и под вами три платина скажите три платина а нужно же шесть все правильно но если я задачу разобью на два есть задачи которые не решаются в одно действие вот и разбить на два действия слышали математики вот я задачу разберу на два действия сначала надо сделать три платину а потом сделать еще три платину три плюс три будет шесть То есть я прошел просто полпути. Если у меня буду платином с тремя платином, это просто полпути до президента Даймона. Как это выглядит? Очень просто. Вот президент Даймон по уровням. Первый уровень – 6 платиновых. Второй уровень у него, значит, 18 сильверов, потому что у каждого платинового есть 3 сильвера, а у каждого сильвера есть 3 элита. Значит, третий уровень – это 54 элита. У каждого которого минимум 3 тысячи организационный объем. Так вот, если я разобью пополам, возьму бонус силы трех для этого, использую, то получается, что первый уровень – 3 платинового. Я могу 3 платинового сделать в первом уровне, я не могу сделать что-то другое, 4 или 5 или 2, потому что с силой трех – это 3 человека. Я строю сразу 3 ноги, но я могу их довести до платиновых. Платинового – это 3 сильвера. Значит, во втором уровне 9 сильверов и, соответственно, не 54, а 3. На третьем уровне 27 элита. То есть у 9 сильверов у каждого 3 элита. 27. И это полпути. Вот представьте себе, что просто это полпути. И можно посчитать даже, сколько время у вас заняло платином, и чтобы каждый ваш дистрибьютор стал платином. И можете умножить на 2, значит, вам столько же времени, а может быть меньше, чтобы стать президентом Дайвондом. И нигде не застрять, потому что вы четко знаете, что вы делаете. Вот это самое важное. Четко и дублицируемо. И всегда вы делаете то, и учите людей тому, что вы достигли, что вы умеете. Поэтому я не знаю, например, как учить людей стать блю Дайвондами. Я платину. Но я знаю, как учить платину. И сделать трех платиновых. И знаю, что я прошел полпути, и могу опять сделать себе трех платиновых. И это будет президент Дайвонд. Поэтому шаг пятый – это продолжение на самом деле бонуса силы трех. Просто продолжение. Опять стимуляция деньгами. Название платиновых. Потому что на четвертом шаге мы остановились на сильвере. Мы построили силу трех для себя на 1500. А теперь с помощью силы трех мы строим себе платину. То, что я сделал. Как это я сделал? Все мои три дистрибьютора в первой линии должны стать сильверами. То есть закрыть силу трех на 1500. И у меня, поверьте мне, мои люди закрывают 1500 по силе трех. Спрашивается, ну меня же с силы трех больше бонус не интересует. Я не стану получать больше. У меня было 1500, и осталось 1500 по силе трех. Да, но мои люди стали получать больше. И они повысили звание. И у них появились дополнительные сильверы. Да, то есть у меня появились сильверы, а у них появились элиты, которые также растут. То есть платина – это ключевой ранг на пути к президенту. Потому что нужно 6 платину. И, пожалуйста, вы можете стать платину, построив силу трех на 1500 у себя, и потом, чтобы 1500 построили три ваших человека. Когда-нибудь минимум сильверами. И что получится? Посмотрите. Вы получаете 1500, но под вами уже три сильвера, которые тоже получаете на 1500. Это 4 500. Это ваша первая линия. Вторая линия – у вас 9 элитов, которые получают каждые по 250. Умножить на 9 – это 2250 долларов. У вас третья линия – вот эти 27 человек, которые у вас были потенциальные, они уже не просто потенциальны, у них у каждого есть 50 по силе трех. Умножить на 27 – это 1350 долларов. И у вас есть четвертая линия – 81 человек потенциально. Всего в организации 121 человек. На самом деле значительно больше, потому что я беру только тех, кто занимается бизнесом. Правда? А есть еще куча людей, которые клиенты, которые числятся так же, покупают, получают свой продукт, как вы говорите. Он ничего не делает, он только пользуется. Ну, замечательно. Вы будете с этого получать бонусы. И вашей организации по силе трех выплачено. Тогда было 2700, вы помните, да? Вашу организацию по силе трех фирма выплатила 9600 долларов. То есть вы, не только вы зарабатываете деньги, да? Еще ваши люди зарабатывают деньги. И вы платим. И вы получаете, как вам сказал, в среднем 9000 долларов в месяц, а может быть больше. Зато ваша первая линия получают по 2100 долларов каждый месяц. Три человека. Вы же пришли с вами заниматься бизнесом, да? И у вас они зарабатывают деньги. И это для вас самое важное. И вы на этом не останавливаетесь, потому что вы платином, а под вами три сильвера. Как это выглядит? И поэтому следующий у вас момент. Научите их быть платином. Чтобы не ваша первая линия, а чтобы ваша вторая линия стали сильвером. И построили силу трех на 1500. Как это выглядит? Вот, посмотрите. Начало. Вот, 02-2020 год. Да, я видно, что я здесь платином. И у меня вот здесь видно стоят сильвер, 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 да? То есть, вот что я сказал. Сильвер, сильвер, сильвер. Кстати, можно увидеть первый месяц 2020 года 151 тысячи очков. Вот в серединке 151 тысячи очков. И тут сильвер, сильвер, сильвер. А вот это вот 12-й месяц 2020 года. Ну, 368 тысяч очков. Но здесь Карасёва Евгения Гольд. Очеречка Елизавета написана сильвер, но это неправильно. Я потом слайд поменяю. Она золото. Это просто раньше был слайд немножко сделал. Вот, еще просто не все очки зашли. То есть, она золото и за 12-й месяц 2020 года. Не сомневайтесь в этом. И Джуд и Орли у меня есть, рекрутер он, рекрутер, а не платинум. Я думаю, что тоже, скорее всего, они, наверное, даймонды закроют. Они периодически даймонды закрывают или платинум. То есть, из серверов я перешел 2 Гольда и платинум. Даже, да? А мне нужно 3 платинума, но я уже очень близок. Осталось мне Гольдов подтянуть платинуму, и у меня получится полпути, про который я говорил. То есть, это продолжение дубликации. Видите, я вам показываю то, что я делаю. Не то, что я выдумываю что-то. То, что дает результат. То, что я умею, я вам показываю, как надо идти. Поэтому сила трех – это не только построить 1500. Сила трех – это чтобы ваше первое поколение построило 1500. А потом, чтобы ваше второе поколение построило 1500. И когда ваше второе поколение построит 3500, вы будете платинум, под которым 3 платинума. То есть, автоматически 3 сервера в первом уровне у вас достигнут платинума. И это будет ровно полпути. Это будет ровно полпути, что очень-очень вам важно. То есть, то, куда вы стремитесь. И видите, я не рассказываю ничего сложного. Не боги горшки обжигают. Опять математика. Только сегодня мы считаем до трех. И только в конце мы сделаем умножение. 3 умножить на 2 будет 6. То есть, мы повторим этот же самый путь. То есть, пока я уже подхожу в первой половине. В первую половинку прохожу. Я вам это показал. И самое интересное, что если я это выстраиваю, то по силе трех компания выплачивает что? Я платину, у меня 1500. Моя первая линия – 3 платинума, который тоже получает по 1500. Но это 4500. Вторая линия – 9 сильверов, которые получают тоже каждый 1500. 1500 на 9 – это 13500. Третья линия – это 27 элитов по 250. Это 6750. Четвертая линия – 81 директа по 50. Это 40 тысяч. То есть, 4050 долларов. И пятая моя линия – будет 243 потенциальных рекрутеров. То есть, 364 человека, которые занимаются бизнесом. И в организации по силе трех выплаты, если все это сложить, 30 300 долларов. Вот почему важна сила трех. Что тут все люди зарабатывают. Моя задача, чтобы люди получали деньги, а не просто работали. А именно, чтобы их была мотивация. Вот сила трех, чем хорошо, каждое следующее звено, которое у тебя добивается, денег компания отдает больше. И вопрос другой. Извини, тут 30 300 по силе трех отдает компания? По моему плану вроде. А я-то получаю всего 1500. А какой же мой интерес? А мой интерес – президент Даймонд. На самом деле, самый большой бонус. И почему такие большие бонусы у президента Даймонда? Это потому, что не сила трех. То есть, сила трех – 1500. А это юни-левел. Юни-левел может давать колоссальные деньги. Я вам покажу. То есть, если грамота пройти по пути, какой бонус, какой бонус будет у человека, который построит трех платиновов под собой. Смотрите, я вам показываю, как растет организация, если это кратно трех. Просто кратно трех. Уметь считать до трех. И каждый приводит трех человек в бизнес. Я не беру клиентов, если они есть, там числятся где-то, берут на 50 очков, на 100 очков. Есть клиенты, которые берут на 300 очков. Но месяц берут, месяц не берут. Главное, они никого не приводят, а не пользуются. Я говорю про тех, которые каждый приводит трех человек. И вы с ними работаете. У вас первый уровень 3, второй 9, третий 27, четвертый 81, как я вам показывал. Пятый 243, мы до этого дошли. Шестой уровень 729, седьмой 2187. Итого у вас. Почему я до седьмого уровня дошел? Потому что выплаты делаются до седьмого уровня. Мы когда обсуждали, кто такой президент Даймонд, я не показал вам, не акцентировал внимания. Я вернусь. Вот смотрите, это звание, это выплаты. В процентах от объема данного уровня. С первого уровня вы получаете 2, со второго 3, с третьего 5% от объема. Уровень понятно. Это все люди скажут, третьего уровня. Сколько они купили, вы 5% скажете. Четвертый уровень тоже 5, пятый уровень 6, шестой 6 и седьмого вы получаете 7. Причем седьмого уровня вы начинаете получать со звания сильвер. А сильвер набрать очень быстро, как я вам показал, это выстоит силу 3 на 1500. То есть пока у вас будет углубляться организация до седьмого уровня, вы должны уже быть сильвером. Если вы все правильно строите. И дальше уже нету. Вот 7 уровней. Люди говорят, а как же дальше, ты же не получаешь. Хотя давайте посмотрим, что я получаю. То есть что я могу получать с трех уровней. Вот вам три уровня, это 3279 человек. Месячные выплаты, выкупы, месячные выкупы. Как я вам считал, по 150 в месяц каждый человек. Я не беру здесь клиентов, которые тоже, может быть, там больше, в первом уровне людей. Не беру ничего, беру просто только те, кто занимается бизнесом. Получается 150 долларов в месяц. Или три человека делают 450, 9350, 2740, 801 – это 12150, 243 – это 36450, потом 109350 – это просто математика. Просто перемножаю количество людей на 150. И на седьмом уровне 328 050. То есть объемы не сумасшедшие. Я вам только что показал, у меня 368 тысяч. Организация делает. Сейчас и туго, и туго. Организация делает 491 850. То есть близко к полмиллиону пиви в месяц. Вот такой незатейливой математикой. Вот ваши проценты. 2%, 3%, 5%, 5%, 6%, 6%, 7% уровня. Если я эти проценты возьму от месячных выкупов, то получится, что с первого уровня, на который я приводил людей и работал, я получаю всего 9 долларов. Со второго уровня я получаю 40. С третьего уровня я получаю 202. С четвертого 607, с пятого 2187, с шестого 6561, и с седьмого 22963. Если это все сложить, получается 32 569 долларов в месяц. Это только юни-левел. Сюда можно добавить еще 1500 по силе трех, это уже будет 34 тысячи. Но это уже не принципиально. То есть, если вы так строите правильно, то у вас есть колоссальные бонусы по юни-левелу. Не по силе трех. Но по силе трех в вашу организацию фирма дает очень много денег. И это хорошо, потому что люди вначале не имеют таких объемов. А вот сила трех – это то, что можно быстро построить, как говорится, быстро начать получать 2100 долларов в месяц. И это даст как раз дублицируемые системы. И каждый делает то же самое. То есть, все умеют считать до трех, все умеют выкупать на 150 тысяч, все умеют говорить самые простые вещи про продукт. И организация растет сумасшедшими темпами, я вам это показал. То есть, тактика, правильно тактика, стратегия и с точки зрения маркетинг-плана, и с точки зрения продвижения продукта – это дает результат. Вот здесь вы должны это понять. Потому что, на самом деле, седьмой шаг, седьмой шаг – это звание президент Даймонд, седьмой шаг надо сделать. Мы на шестом остановились. Это платина, которая делает трех платину под собой. А седьмой шаг – это президент Даймонд. Это просто надо сначала взять трех человек, опять начать клиентскую базу прорабатывать, взять других трех человек, довести их также до платину. Вот прямо этими же шагами, те шесть шагов сделать, и у вас совершится это событие. У вас появится к трем платинам, еще три платинам, и вы закончили свой путь. У вас есть президент Даймонд, у вас есть в среднем зарплата в месяц 100 тысяч долларов. По статистике, причем статистика не обманывает. Я был сильвером, я был голедом, я платином. Среднее, то, что показано, я получал больше. То есть, это значит, не завышенные цифры, потому что я получал больше и получаю больше, чем написано, сколько получает платину. Я вам показал, что платину, потому что это на трех ногах, видите, вот три ноги, платину может получать 32 тысячи. Если идеально, конечно, это идеальная картинка, идеала не бывает, но к нему надо стремиться. То есть, он может платину, может получать 32 тысячи 500 плюс 1500 по силе трех – 34 тысячи долларов. Абсолютно реально. Со званием платину. Не девять, как показывает компания, в среднем. Это то, что я вам хотел сегодня рассказать. Кто готов идти со мной эти семь шагов, то мы считайте в связке. Все, кто меня сегодня слушал и готов идти именно этим путем, я с удовольствием буду помогать. Я еще хочу сказать, что хорошие команды подчиняются лидеру, великие команды состоят из лидеров, так что у нас здесь может быть команда победителей, сильная команда. Денег всем хватит, потому что эфирные масла нужны в каждый дом. И представляете, что мы работаем в 70 странах мира. Наш потенциальный рынок, когда человек говорит, да, но это там 4 тысячи человек. Не может быть у всех быть 4 тысячи человек? Я говорю, конечно, может. Мы на сегодняшний день, компания Дутерра работает в 70 странах мира, численность этих стран около 3 миллиардов человек, 3 миллиарда человек. То есть один Китай, 1400 миллионов. Поэтому в России у нас сколько там, 150 миллионов, объединенной Европы 350 миллионов. То есть чего там тысячами считать? У нас есть миллионы, то есть можно сделать миллионные организации. Поэтому еще раз хочу сказать, что наш бизнес пахнет хорошо, в нашей команде вам успех гарантирован. Единственное, что нужно понимать, нужно понимать тактику и стратегию. Ну, не нужно делать ошибок, не нужно лезть в лечение, не надо заниматься клинической ароматерапией. Конечно, эфирными маслами можно лечить, но не нужно это делать. Если вы пришли заниматься аромабизнесом, то аромабизнес – это аромадизайн, это антистресс, это то, что нужно 100% населения. Не уменьшайте свой рынок, не уменьшайте свои бонусы. Спасибо за внимание. С вами был Игорь Лернер. Желаю всем, естественно, успеха, хорошего настроения в 2021 году. Желаю, чтобы все, кто меня сегодня слушал, те, кто еще не в ранге Сильвера, построили свою 1500 по силе трех. И достигли звания Сильвер. Те, кто уже звание Сильвер или Гольд, могли меня слушать, чтобы они стали платином в этом году. А я могу сказать, что я… То есть надо поставить себе цели на этот год, на 2021 год. Я могу сказать, поскольку у меня уже есть и в первом поколении Даймонд, и два Гольда, которые скоро станут платинами, я сейчас возьму… У меня есть два перспективных человека, я считаю. Я начну строить две следующие ноги и искать третьего, чтобы уже начинать свой второй путь. То есть я начну сейчас выстраивать себе новые ноги и на пути президент Даймонд. Ну и первым делом, конечно, что Даймонд меня мало интересует, потому что разница между платином и Даймондом по деньгам, она очень маленькая. Очень маленькая. Но Блю Даймонд, там уже зарплаты совсем другие, вы видели. И поэтому, конечно, постараюсь как можно быстрее, наверное, в 2021 году, сделать хотя бы себе еще двух Гольдов и закрыть уже 2021 год, которому сейчас идет Блю Даймондом. Я желаю вам всем тоже успехов, поставить себе хорошие, большие цели и вот так вот строить, как только что я вам рассказал. Если вы будете за основу брать по товару идеи аромабизнеса, который я назвал, а по построению организации все силы кинете на силу трех и все будете строить только через силу трех, ваш бизнес просто взорвется. Я вам гарантирую, я вам показал, что происходит в моей организации, аромабизнес, в нашей организации, потому что это не я делаю эти объемы, естественно, это делают лидеры этой организации вместе со мной. С вами был Игорь Лернин. Спасибо за внимание. Желаю всем успехов в новом году. До свидания. Так, сейчас, секундочку. Теперь я сейчас демонстрацию экрана я убрал.